Андрей, б***ь, Николаевич, руки, все, ну давай в камеру. Руки! Руки убери, пожалуйста. Руки убери, б***ь от человека. Убери, иди отсюда. Сам уйди отсюда, б***ь. Все смешалось возле дома номер 4 по улице Новой в районе Меланжелокомбината. Сегодня в течение дня в Твиттере стали появляться разноречивые сообщения о драке между агитаторами Единой России и коммунистом Автанеевым. Небольшую потасовку дракой можно назвать с большой натяжкой. Но шуму история наделала немало. Это видео выложили в сеть представителей штаба кандидатов в городскую думу Александра Бадалова. На записи, сделанной на мобильный телефон, видно, что встреча двух разных партий на узкой дороге к добру не приводит. Андрей Автанеев так комментирует произошедшее. Позавчера и вчера мы объезжали дома на улице Новой и приглашали устно жителей на встречу с кандидатами в депутаты и депутатами городской и областной думы. Сегодня, объезжая опять это место предполагаемых встреч, я посмотрел, где места, какие проблемы в дворах. Увидел двух людей, молодых людей, молодого человека и девушку, которые расклеили объявление на подъездах. Подъехав поближе, я увидел, что это объявление говорилось о том, что здесь встреча не состоится. Я сделал выводы, что это намеренно срыв нашей встречи. Остановив их и попросив объяснить, что происходит здесь, показать, что у них в руках, наткнулся на нецензурную брань, мат. В качестве доказательства Автанеев предоставил нам фотолистовок, которые, по его словам, расклеивали агитаторы штаба Александра Бадалова, а также собственное видео. Переход от браньи к потасовке произошел довольно быстро. До приезда полиции прилетел, именно прилетел сотрудник Тороповского Бадаловского штаба, доверенное лицо его, и набросился на меня с кулаками. Двоем они пытались вырваться, как бы моих рук, но крепко их держал, пытался их вразумить, чтобы они дождались полиции, и полиция бы во всем разобралась. Они пытались еще сначала убежать, то есть троем, они все-таки отбились у меня, двое этих мальчишек, сели в машину, пытались уехать на машине. Я подошел к машине, забрал у них брелок от ключей, заблокировал машину, чтобы они не уехали. После приезда полиции коммунист написал заявление о нанесенных побоях и отправился освидетельствовать их в травмпункте. Таким же образом поступили и другие участники конфликта. С их слов, именно Автанеев напал на них и избил без видимых причин. Но потерпевшие давать комментарии отказались. Однако ситуацию прокомментировали представители штаба, кандидата Александра Бадалова. Сегодня в районе 12 часов дня в штаб Александра Бадалова позвонила жительница дома 4 по улице Новая. Она спросила у нас, будет ли встреча с Иванской городской думой. Эта информация для нас оказалась новостью, поэтому я просто отзвонила в Иванскую городскую думу и выяснила, что никакой встречи они не проводят. До выяснения обстоятельств мы решили своими силами распространить объявление по этому адресу, что встреча с Иванской городской думой переносится. Вот, собственно, о распространении этих объявлений, о переносе встречи, я имею ввиду, с Иванской городской думой, мои сотрудники и занимались. В ходе же вот этой чудовищной, безобразной выходки господина Автанеева выяснилось, что это он назначает встречи от имени Иванской городской думы. И считает, что мы ему эти встречи срываем. Кто прав и кто был зачинщиком потасовки, теперь предстоит разобраться с сотрудником полиции. В деле о трех потерпевших в предвыборную пору могут появиться самые неожиданные повороты. В любом случае избирательная кампания проходит нескучно.